Всех привет и прямого просмотра. Продолжаем мы проходить FIFA 20 за Куб Форта Сити. И у нас впереди только Премьер Лига. Два матча в этой серии Премьер Лиги. Потом только в следующей серии у нас начнутся Кубки. Вот так сказать. Так, его... Давай попробуем, согласитесь. Если вы согласитесь его приобретать. Я принимаю, я все принимаю. У тебя даже 860 тысяч за него уже прилагают, е-мое. И до сих пор мы его продать никак не можем, потому что случайно дал ему большую зарплату, которую он тут у нас получает, пока контракт не закончится, можно так сказать. Какие дела? Так, у нас офис. По любому это сообщение. Тут тренер я хочу выйти. Тренер я хочу выйти. Гулять и все самое главное. Так, ты вернешь постепенно, скажем, правого защитника. А тут что за новость задания не выполнена. Полное выздоровление понятно после травмы. Это очень классное, можно сказать, состояние. Ну что? Момент. Так, у нас есть травма правого защитника. Да. Вот, ты у нас выходишь как раз, да. Ты у нас просился, да, если не ошибаюсь? Или ты просился? Ну, я бы тебя не выпустил. Где травма? Такая ситуация. Так, у нас хочешь выйти ты. Бравый защитник, ты грустный стал. Ну, блин, команда у меня укомплектована. Давайте я потом выпущу в следующий раз, может, как-нибудь. Ну что? Вот таким составом мы выбираем. И будем уходить уже на поле. У нас есть запас. Запас Сигар и все остальное. Ёпты, мать. А нас матч из Юнайт догоняет. Если мы себя проиграем, матч из Юнайт по очкам ровно с нами будет. Очуметь просто. А у нас игра с матч из Юнайт еще впереди. И со всеми соперниками у нас впереди игра. Еще одна по одной игре будет у нас. Все, замечательно. Переходим к матчу. Такие игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Матч скоро начнется. Никуда не уходите. Стадион Малинов в Улверхэмптоне приветствует вас. Все здесь готово для матча. И всего несколько минут остается подождать до стартового свистка. Вместе с вами смотреть этот матч будем мы, комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. Англия в прямой трансляции сегодня это Премьер Лига. Очень мне нравится атмосфера перед игрой. Футболистам в таких условиях, надеюсь, будет проще показать свою лучшую игру. Спасибо, Георгий. Думаю, хороший футбол. Мы сегодня должны увидеть. Обе команды готовились к этой игре и постараются сегодня взять три очка. Будет ли это просто или нет, мы узнаем. Но точно будет интересно. Вот в таком составе сегодня Улверхэмптон будет начинать игру. Ого, сразу пять защитников. Да, серьезный акцент на оборону. Не шуточный. Состав гостевой команды. Тренер избрал расстановку 4-5. И здесь понятно задача группы атаки вывести центрального нападающего на чужие ворота. И здесь понятно. Спасибо. Продолжение следует. Ну что, матч у нас начинается. Мы играем в Гацпелл, господа. Посмотрим, что из этого выйдет у нас. Они начинают свою распасовочку. А мы перехватываем. Даем пас вперед. И тут не беспонять еще произошло. Вижу, конечно, тебя. И даем пас по центру. И удар по голове. Гол. 1-0. 1-1, как это сказать. И гол в этом, конечно, плане лучше помощник. Отличная атака. Отличный гол. Посмотрите, какой кросс. Предельно точный, зрячий. Выложил, как на блюде. А он вообще мастер на такие передачи. Весь мир об этом знает. Ну что сказать. Для этого стандарты и отрабатываются на тренеру. Вот этот удар. Отчиметь просто. Да, исполнено было все идеально. Начиная с подачи и заканчивая завершающим ударом. 23 гола уже поздравляем. До тридцатки, я думаю, ты должен долететь. Если дадут тебе поиграть и травму не получишь. Надеюсь, ты ничего нету, где ты не получишь. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Тащит он мяч вперед сейчас. А как насчет навеса здесь? Снова пас. Еще один пас у нас. Не дает этой атаке развиться. Много разговоров ходило в медиа и социальных сетях о нем. Интересно, что он сегодня покажет. Новости, конечно, о его дальнейшей карьере повергли болезни. И тут у нас удар поворота, может быть, не удар не произошел. Кажется, максимальное количество внимания будет приковано к Зюле сегодня. Связано это с тем, что ходят слухи, будто текущий сезон последний для него. Дадо поговариваю о завершении карьеры. И, конечно, это спровоцировало очень много различных реакций. Если слухи это окажутся правдой, то это, конечно, будет крайне ощутимая потеря для клуба. Все-таки сейчас он один из лидеров команды, который в последние годы не давал поводов усомниться в своем... Есть удар! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Погнали, навес есть у нас. Ну что же у нас остается... О, подкат, подкат, подкат! Не, только не травма, только не травма игрока, выбрал нагрели бы. Да, травма у нас притащил. Ну что делать-то, а? Количество мани будут брать в обороне. Сложно пройти к воротам сопернику. Зачем травму-то делать, создавать-то, а? Как же плохо там. Центральный защитник, отшуметь просто. Большинство у нас защитники страдают в этом сезоне. Вот это еще ни за что будет, а? Покидает поле травмированный игрок. Игра возобновится спорным мячом, походу. Навес произошел. И вратарь забирает обороны. Прямо игрокам, вратарям, вот оставить. Жалко, я отошел бы. Что бы с ним, может быть, вот такой не сделал. Ну, здесь мяч наш будет. И ты отдал этому... И мы тут и оем. Ну, какие-то... Тут нечего обсуждать. Игры-то. И это желтая карточка. Нет, это не борьба и не хоккей. В футболе подобные вещи карают штрафными ударами. Не получился отбор, и это фолл. Стенка смогла сработать. Интересно, куда дальше мяч пойдет. И снова он блокирует удар. Может, ему вратарем стать? Да, ебать. Отдает он передачу. Можно забивать здесь. И тут хороший момент у них был. Очень был хороший момент, но при этом мы отыграли хорошо. И разбрасываться такими моментами все же не стоит. Вратарь взял, упал. Но что-то вратарь закрывал. Только деждаю точку. Верхняя нет. Верхняя ничего не изменилась бы. Пас по центру. Еще один пас у нас. Снова пас. Играет в пас команда. И что дальше тут будет? Еще один пас. Сюзарь поворота. За лицевой мяч оказался, а мог бы за линии ворот. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ ВОКИ Ну, ВОКИ не просто играет. Но у них защита, конечно, пяти игроков. Играет он на партнера. У него тут никакого подката. И нам желтый еще присобачили. У него офсайт. Хороший по задумке пас. Офсайт, офсайт, офсайт. И эта атака завершается свистом. Арбитра слишком потратился. Обсайт. А что, нашу игрока еще травму, что ли, не пойму я? Я не помню. Мяч у соперника теперь будет. Куда такой пас давать? Куда, не знаю, неизвестно. Вперед он мяч тащит. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас. Играет защитник имеет желтую карточку. Уверенно действовал в перехвате игрок. И в итоге завладел мячом. Вот может быть опасно. Да прям, прям в ротарел ударили. И мяч все-таки заветает в ворота. Только неплохо, откуда он выскочил из ворот. Сетку порвал, что ли? Мне кажется, это был один из самых простых мячей. В его карьере нужно было просто не промахнуться по пустым в ворот. Вратарь тут откровенно потерял ворота и просто-напросто подарил этот гол сопернику. Вот это гол, блин. Еще один гол с головы. Непонятный какой-то ситуации. Еще больше непонятный. У него команды сегодня все получается. 14-го поздравляем до центрального цапа, который сборщик. Очень хороший результат. Прям замечательный. Надеюсь, на этом команда не остановится. Повреждение сказывается. Тяжело ему играть. Все-таки, я так понимаю, игрок противоположный. Домашний. Ну, я каждому игроку не желаю травму, помню. На самом деле, это очень плохо. Но это игровой игрок. И тут ничего страшного там нету. А вот в реальной жизни любому футболисту не желает травма вообще. Так у нас навес. Только навес отдается. И тут хороший удар мог быть Иосака. Иосака при этом прям вратаря ударил почти. Ну, чутка вратар угадал все-таки в какую сторону. Ну, все равно шансы были хорошие. То есть теперь у нас навес будет. В центр штрафной пошел мяч. Да, не получилось. Нет, не получилось. Не получилось. Не было меньше. Это не получилось. И�, где-то. 4 минуты добавляющими катают они мяч отдает он мяч партнеру есть игрок впереди пройдет передачи убивает защитники нам ничего не дали не уверена в атаку даем и куда так ходит мяч у них какой какой голову видали какой головочу нечет и в этом матче вообще какие-то головы странные происходят они есть это самое главное первый гол его только раззадорил вот получите дубль давайте посмотрим еще один повтор тренер счастлив его план на игру работает команда выигрывает крупно первый тайм еще не окончен а судьба матча уже решена как 2000 и факт году 30 после первого тайма по моему все я это не факт можно отыграться на самом деле и такое бывало в жизни даже больше ну что каста переходим втором тайму не будем уже терять время на это и погнали в первом тайме команда обеспечила себе очень комфортное преимущество и чё это было такое спада расскажите мне пожалуйста пас интересно куда дальше мяч пойдет у давай и какой момент был какой момент был а вот будет очуметь хорошо они сыграли в атаке несколько минут назад но до гола довести и не смогли подвела точно есть адрес для передачи нужно пробовать играет в пас команда и что дальше тут будет дали нам дали нам конечно отыграться мяч у соперника теперь будет вас нам вернули мяч ай брену нападающий как придумать не мог а снова увидел впереди делает передачу вас вперед и тут удар поворотом и мы забиваем спокойно мяч сак у нас наконец-то забивает горится сообразили на троих в этой игровой комбинации ну и все лавры конечно достаются забившему гол ну что же разрыв растет и это уже похоже на разгромку да и соперникам явно нужно как-то менять тактику а вот еще один повтор на этот раз другого ракурса у тренера все хорошо его команда не замечает сопротивление соперника на поле одна команда сегодня на поле да мы спокойно побеждаем волков 4-0 шанс еще мы в этом матче сегодняшнего трансфера но насколько я понимаю теперь все подтверждено да совсем скоро информационное поле нормализуется и будет ждать какой-то новой сенсации играют они в пас в пас джейдон санчо играть на и пыль куда так отлично сыграно теперь они могут начать свое по всей видимости замены готовится у когда ты попался вливает свежих сил в игру на что такое было так не понял а у нас замена а кто будешь все нарушил получил травм вы до сих пор держали его на поле опасно может это тоже так поддержим так давайте на паузу таки нажмем и заменцы привезем центральной защитника не поменяй конечно а давай молодой выходи на поле поиграть чутка и тебя поменяем тоже отдохнешь у нас играли окраина плохая только вуза грудь и при этом мы отыграли хорошо вас прям замечательно идет атака противником тут есть свободу нас навес навес сейчас будет бороться наш защитник справляется слава богу без травм а у нас больше же нету замен у нас одна замена произошла по поводу травмы за трампу получит если конечно успеется заменить сейчас никлас зюль глубокая и насыщенная линия обороны такую сложно будет пройти такой на тоненького а тоненького мы забиваем гол 5-0 этого парня сегодня просто не остановить этим голом он записывает на свой счет хет-трик великолепно исполненный третий гол записывает на свой счет этот игрок сегодня продавил он все-таки оборону но что георгий ждем покер 25-го поздравляем молодчина еще пять голов и тридцатничек твой будет впечатление такое что просто над соперником издеваются командам 20 минут осталось играть в этом матче а тренер хозяев тем временем готовит замену игрок уже у кромки поля ждет отмашки арбитра отдает он передачу а также издали так медали все-таки не смог дать не может такая слабая игра остаться без реакции на трибунах недовольные такой провальной игрой болельщики их команда должна что-то предпринять нельзя так своих фанатов подводить но не играет смотрим первом месте стремительно она развивается очень проблем у них проблем то что мы сейчас на кураже находимся и у нас как классно снимаем первое место и это надо доказываться и бороться за это первое место визуально идет штрафную мяч совсем не получился защита надежно сыграть здесь джейдон санчо у вы видели что такое было что такое было это чё за гол мог быть а какой хороший все-таки момент у них был несколько минут назад обидно им должно быть что они не сумели отличиться я в шоке просто чё произошло без понятия вообще еще достаточно игрового времени 10 минут неплохой был пас но соперник от передачи прочитал до финального свистка осталось совсем мало времени так что можно уже поздравить их с уверенным куда-то как не очухой я промахнулся за игрока готов тренер замену сделать пас единственный момент и тут у нас отнимает мяч быстро ты дерзко начать играть давайте проснуться они нам пять голов закрепают и по сопернику конечно же он перехват я также думаю господа вводит мяч у них есть штраф но адреса тут выбивают мяч и мы тут проиграем всю борьбу которую хотели сотворить мяч наш очень хорошо на гру читает мастерски просто замечательно я рад за тебя спокойно-спокойно-спокойно-спокойно куда такой пас давать и как он дальше мечом распорядиться играть вас команда я не жестко страume все suite дорог отыгрываем куда так давать куда так играет он на партнера удар просто невероят в центре штрафа а то 1 на мяче для навеса и заканчивается эту встречу побеждаем это матч за счетом 5-0 Аргентина-Ямайка просто замечательно это конечно мы прекрасно все видели это мы тоже видели за 5 минут сразу и быстрый гол что у нас в общей сведении по общей сведении 0-5 голов ударов 4-14 вольт удар створ 1-8 Владимировичу 43-57 от помещал 8-4 0-11 в желтых 0-1 красных не было драма 1-1 обсады 0-2 угловые 1-3 точный удар 25 процентов 57 процентов тоже пас 87 87-87 у нас ну что погнали интервью не было говорить как всегда так было под вопросом но вышел хорошо сыграл насколько его возвращение было важно для победы у меня не было сомнений что он выйдет что он выйдет в игру и отдаст видеть так и выше что играть там что-то такое ладно хорошо отыграл страдал за целую очередь травм на этот раз у заряди оказался как будет справляться как он может справляется с помощью тех ресурс которые мы располагаем извлекать из них максимально отдачу очень жаль что получил сегодня травму и не выйдет на поле в течение ближайших два месяца очень плохо ключевой игрок в нашей тактике и без него непросто я ожидаю что команда соберется и заметит это потереться спасибо все вопросы даже к концу пока вот обидно два месяца у нас еще один игрок получил травму это очень плохо очень плохо так давайте переходим развитие игроков поздравляем нападающего 73 общего так пропускаем деньки а потом будем уже выбирать который состав на вы данный момент мы опять вырываемся вперед так тренера сборную отклонить конечно игру к травме так что у нас еще скажем так ну ты меня сейчас будешь на поле скорее всего может и нет да может выйти на поле чего у тебя как делать вообще так что у нас вообще есть он травму получил его больше не будет данный момент еще два месяца так что это игрок хочет поиграть у нас но следующая игра у нас лига чемпионов сделаем сделаем чутка так чутка слабленный составчик выпустим ну сакова пускай поиграет а там посмотрим что это будет можно так сказать ну что погнали на игру ну увидимся в конце лучших момент этого матча ну что мы снова здесь господа давайте посмотрим с моментом матча в шестой минуте у них хороший был шанс забить голду а что-то они неплохо играли очень неплохо играли они шансов у них победить было немало желтая карточка грубая игра над нашим игроком промах на 26 минуте и в центр штрафной подачи ох не попадает он в створ ворот хорошая получила сейчас атака но подвело промах на 45 минуте медленно затухло как выброшено на берег рыба атака но это совсем мимо цели удар от взлета получается сильный и красивый когда мяч сейф на живых пятой минуте интересно куда дальше мяч пойдет и вот удар опять снимают нашу центральную защитника блин такая игра нелегкая была и гол на 50 минуте точнее первый гол ну да и он с головы забивает хороший голечник отчуменный голечник конечно пойдет на пользу этой встрече мне кажется сейчас мы увидим более открытый футбол гол на 57 минуте увидел открывание впереди делает передачу и еще один гол они забивают вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться все-таки надо будет забивать уже два мяча сейф на считать третьей минуте у нас произошел ну точнее его будут не воровать тут удар по-моему слышу уверенно справляется просто четко надежно и все я думаю скажу они неплохо играли у них шансы забить голову был вот видите прекрасный два ударов 7-10 ударствор 7-4 владимир пищевой 56-44 отбор мяча 6-8 0-6 0-2 желток 0-2 овся 2-2 угол 1-5 точный удар 100% 40% точный пас 84-81 неплохо они отыграли на самом деле могли бы показать еще лучше так так арсенал проигрывает мачехи сити выигрывает ливерпу нюкасл 2-1 побеждает пока не видно мачехи с юнайтед не видели мы его или он отыграл уже будет играть так был под вопросом вышел и сыграл насколько его возвращение было важно для победы у меня не было сомнений он вошел в игру и отдал в виде так и вышло чтобы играть дальше такого уровня клубу почти ничего не получилось в атаке ваша оборона играл очень надежно справились ли вы для парней могут прибавить еще если постараются если у нас получится сохранить такую форму и у нас все еще увидим вы снова выиграли что сказать в клубе хорошо играл? что-то хорошо он играл даже мог забить нас играли молодцы очередная победа полностью их заслугам что тут вот это я не понимаю если у нас спрашивают другой клуб ладно всем пока до свидания можно сказать так у нас разговор что ты все волнуетесь один раз тебя поменяли и все все так следующая игра у нас Лика Чепелов против Ромы господа мы рассчитаем на наших защите точнее на защите не хотел сказать на наших можно сказать игроков нажимаем далее все давайте посмотрим на таблицу и какие у нас вообще возможности как у нас мальчисту юнат вообще сыграл и вообще он сыграл у нас или нет вот это большой знак 27 нет он так и не играл если он проиграет у нас большие преимущества на 3 на 6 очков будет вот такое пару событий но борьба будет продолжаться тем более еще примерно 11 игр для нас для мальчисту юнаты 12 игр отыграть и посмотрим что дальше будет ну ладно на этом господа все увидите в следующей серии и других прохождений все удачи вам и пока